Уважаемые коллеги, переходим к вопросу номер один сегодняшней повестки дня. Проект постановления Московской городской думы о докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в городе Москве о соблюдении и защите прав свобод человека и гражданина. Вопрос заключается вот в чем. Мне, конечно, очень понравилось, что вы в своем докладе упомянули взаимоотношения с военными комиссариатами. И, на мой взгляд, сейчас все более и более будет выходить это на первый план в связи с всеми нами известными событиями. К нам сейчас поступает вал писем, правда, я считаю, что анонимных, поскольку я изучила тот сайт, с которого они поступают, и там, собственно, нет обратной связи никакой. Но, тем не менее, проблема, конечно, есть, несмотря на то, что она поступает неизвестно из каких источников, но проблема есть. Проблема в том, что матерей очень волнует то, что срочников будут отправлять в эти горячие, назовем так, горячие точки, военные точки. Вот каким образом вы планируете рассматривать эти вопросы, в том числе снабжение питанием наших военнослужащих там, где они в зоне военных действий? Значит, Елена Анатольевна, спасибо за вопрос, он действительно очень важный. С Виктором Алексеевичем, руководителем нашего московского, с нашим московским военкомом, у полномоченного в этом году заключено соглашение. В соглашении четко прописаны все точки соприкосновения и взаимодействия с военным комиссариатом. Думаю, что сейчас на первый план, в плане трудности, будет выходить как раз проблема защиты прав военнослужащих и ребят-срочников. Я, конечно, не готова сейчас там как-то обсуждать этот вопрос, но просто прошу Татьяну Александровну обратить на это особое внимание, поскольку поступают какие-то сигналы, что срочник, ну да, это, собственно, по-моему, наш даже президент признал, что были такие случаи участия срочников вот в этих боевых действиях. У матерей возникает огромная тревога по этому поводу, поэтому очень прошу вас, Татьяна Александровна, есть тоже, опять же, не знаю, насколько они обоснованы, но сигналы по поводу того, чтобы припасов хватает, а вот продуктов нет. Я, конечно, тоже постараюсь более подробно это выяснить, и если действительно такое имеет место, то обязательно вам напишу. Мне, например, очень не нравится, но это, наверное, уже может быть даже не в вашем виде, но если хоть частично в вашем, то тоже прошу как бы вот на это обратить внимание. Почему награждение наших военных происходит в госпиталях, вешают ордина на пижамы? Почему их не приглашают в Кремль и не производят торжественное награждение? Почему это вот происходит вот так, вот таким образом? Я напоминаю, что мы обсуждаем доклад 21-го года. Я понимаю, ваше желание. Для этого есть раздел разный, вы там можете выступить на любую тему. Нет, я выступаю на ту, именно на которой оказалось прав человека. Зато заявлена тема обсуждения доклада уполномоченного 2021 года. Спасибо.